МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня 1 июля. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Объектив. Итоги» в студии Анны Акрамова. Я и мои коллеги познакомим вас с последними событиями. Коротко о главных темах. Парку Победы быть. В деревне Починок идут работы по реконструкции парка. Напомним, ранее эта общественная территория набрала наибольшее количество голосов на конкурсе лучших проектов комфортной городской среды. Парк Победы объединяет целое поколение сельчан, которые бережно хранят память о прошлом. Количество заболевших ботулизмом в России превысило 300 человек. Как уберечься от этого коварного заболевания? И что надо делать для профилактики? Расскажем в этом выпуске. Трогательный и нежный праздник прошел в Новоуральске. Общегородской выпускной со школой Росатома. 342 выпускника прощали с детством, а родители украдкой вытирали слезу. Город Ретро. 30 июня очереда торжеств продолжилась в Центральном парке культуры и отдыха. Впервые в Новоуральске. Команда «Звезд Тарко» сыграла со сборной города футбол, а после звезды эстрады, спорта и кино, среди которых Дмитрий Харатьян, Михаил Гребенщиков, Виктор Зинчук и другие, провели мастер-классы на разных площадках Новоуральска и выступили с концертом в парке. Плодотворно завершается работа в летнем сезоне у народных избранников. Но при необходимости возникновения важных вопросов они соберутся вновь. На завершающейся июньской сессии депутаты Думы Новоуральского городского округа внесли изменения в правила благоустройства. Они уточнили, кто должен отвечать за ямки и состояние мусорных площадок во дворах нашего города. Развитие темы в сюжете Антона Сапогова. Депутаты часто вносят изменения в правила благоустройства. В этот раз они предложили два практичных нововведения, нацеленных на помощь квартальным инспекторам. Первое касается вопросов складирования мусора на контейнерных площадках во дворах. Крупногабаритный мусор должен вывозиться не реже одного раза в неделю и отвечать за порядок на площадках должна управляющая компания. Второе предложение депутатов направлено на сохранение асфальтового покрытия на дворовых территориях. Я отнесен поправок, допустим, регламентирующих, когда можно предъявлять владельцам территории требования по каким-то там выбоинным ямам в асфальте. Даже изменения касаются глубины и ширины этих ям. Допустим, если яма больше 15 сантиметров длиной и 5 глубиной, то уже квартальный может такое замечание выдать. Если в течение 12 дней оно не будет устранено, то уже следующий шаг – это выписать предписание. Глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев предложил вниманию депутатов подробный отчет о социально-экономическом развитии нашего города. Приобретение служебного жилья для медицинских работников. Но на сегодняшний день мы обсуждаем уже тему не только медицинских, а педагогических. Но учитывая, что по медицинским частично эту тему решает УХК по поручению ТВЭЛ, у нас уже приобретено три квартиры, одна двухкомнатная и две однокомнатные квартиры на сумму 5 миллионов рублей. Остаток у нас 1 миллион есть, будем докупать. Предоставление планируется тоже в 2024 году, соответствующие заявки от МСЧ есть. Председатель Домской комиссии по бюджету Александр Волков отметил хорошую работу депутатов в части своевременного заключения муниципальных контрактов. Эта работа была проделана до 1 марта, что позволило необычно рано приступить к строительству и ремонту городской инфраструктуры. Все контракты были заключены в массе своей до 1 марта. Все неиспользованные или от контрактов, оставшиеся деньги, пошли на другие цели. И сегодня вся контрактная история, она закончена. Сегодня порядка 750 миллионов, 750 миллионов выделено на город. В эти 750 миллионов входят все благоустроительные работы, это капитальные работы, связанные с заменой сетей, как водоканала, так и теплосетей. Это замена водов, и подчеркиваю, вода надо ремонтировать. Почему? Потому что эта проблема существовала годами, и к ней никто никогда не прикасался. Никогда. Это буквально мы где-то года два назад или год назад начали эту тему развивать. Мы социальные вопросы, касающиеся обеспечения горячим питанием детей, оздоровительные компании, дети, которые работают у нас на каких-то благоустроительных городских территориях, это тоже все профинансировано. В июле депутаты уходят на каникулы, но при этом они могут собираться для принятия важных безотлагательных решений. Антон Сапогов, Даниил Запивалов, объектив итоги. Сегодня, в первый день июля, свой день рождения встречает Вячеслав Яковлевич Тюменцев, глава Новоуральского городского округа. Искренняя любовь к малой родине, к новоуральской земле. Вот, пожалуй, главный стимул для работы главы Новоуральского городского округа Вячеслава Тюменцева. Свой день рождения он встречает аккурат перед знаковыми юбилеями города и комбината. За последние три года, когда у руля нашего города встал новый молодой руководитель, мы стали постоянно слышать слово «впервые». Впервые Новоуральск стал участвовать сразу в десяти национальных проектах, привлекая на них федеральные деньги. Впервые бюджет Новоуральского округа стал таким финансово наполненным и бюджетом развития. Отметим, что бюджет текущего года увеличился на 22% по сравнению с 2021-м. Как раз за счет финансирования федеральных и региональных программ. Участие Новоуральска в национальных проектах, поддержке топливной компании «ТВЭЛ» и госкорпорации «Русатом». Впервые огромное внимание уделяется сельским населенным пунктам, где теперь обеспеченность жителей бюджетированием выше, чем в городе. Впервые муниципалитет занялся проблемами экологии. Это зарыбление нашего пруда, это концепция озеленения Новоуральска, это образование городского лесничества. Впервые в Новоуральске к ремонту дорог стал применяться комплексный подход. Сначала замена инженерных сетей под ними, затем ремонтом дорожного полотна и ремонтом ограждений бортового камня. Одним из главных аспектов деятельности мэра является общение с горожанами и учет их мнения. Это помогает укрепить доверие между властью и городским сообществом, а также обеспечить лучшую гражданскую ответственность. Встречи с коллективами городских предприятий, предпринимателями, сообществами Вячеслав Тюменцев проводит на постоянной основе. Для чего? Для того, чтобы горожане знали, чем занимается власть, какие шаги делаются для решения проблем, ну и, конечно, чтобы услышать горожан, понять, о чего же они хотят, на что жалуются, чем живут. Словом, выстроить диалог. Одной из приоритетных стратегических задач глава Новоуральского городского округа считает молодежную политику. Не свод постановлений, концепций, стратегий, а реальные шаги. Реальные действия, которые предпринимаются для того, чтобы молодежь оставалась жить в родном городе, работать здесь, создавать семьи. А для этого город должен стать комфортным для проживания. Здесь должны быть рабочие места, доступное жилье, развитая инфраструктура, достойное образование и досуг. Именно эти цели ставило и ставит себе руководство Новоуральска. Что пожелать в этот день главе Новоуральского городского округа? Наверное, бодрости, неисчерпаемого запаса физических и духовных сил для плодотворной работы на благо процветания родного города и осуществления всех замыслов. В сельских населенных пунктах городского округа дождливая погода несколько выбило строителей из графика. В этом убедились участники общественной комиссии по контролю за ходом строительных работ, посетившие с объездом деревню Починок, где по программе формирования комфортной городской среды ведется реконструкция парка Победы. Рассказывает Антон Сапогов. В парке Победы трудятся рабочие из далекого юга. Для экономии времени живут они прямо на площадке в строительном вагончике. Сейчас бригада наверстывает упущенное из-за дождей время. Работа выполняется согласно графику. К сожалению, погода вносит свои коррективы, но мы двигаемся в рамках графика, контракта. Выполненная подготовка к устройству инженерных сетей, подготовка к укладке кабеля. Продолжаются работы по ремонту памятников. Техника разравнивает площадку будущего парка. Строители занимаются реставрацией памятников, которых в этом парке два – старый и новый. Уже наложили на поврежденные места несколько слоев штукатурки. Приводят в готовый вид кабельные траншеи, которые еще недавно были затоплены водой. Трамбуют уложенный в них щебень. Пробурили ямки под мачты уличных фонарей. Строители работают в усиленном режиме, поскольку дожди, то и дело, возобновляются. Работы, конечно, затянулись в связи с погодными условиями. Сейчас у нас неделю дождь, поэтому тут очень много подземных работ. Укладка кабелей под землей электрических. Понятно, что в такие погодные условия работать не комфортно. Но я на подрядную организацию смотрю оптимистически. Я уверена, что наш парк Победы, который сегодня в таком состоянии, они его сделают достойным в соответствии с проектом. Верим во все хорошее. На следующей неделе погода сухая. Нам обещают, что однозначно через две недели все работы по кабельной продукции будут закончены. Уже отбили точку для производства планировки. И нам обещают выйти из земли. Подтверждают, что все оборудование, там и детская площадка, там и варкаут, заказана. Поставка будет 15 июля. Окончание, ну, готовность к отправке будет 15 июля. Это же касается и других малых архитектурных форм. Значит, по освещению закладные все уже на площадке. Опоры для освещения будут изготовлены в августе месяце. Процент исполнения, ну, там максимум 10 процентов. Больше вообще категорически дать нельзя. Вторым объектом в программе объезда стала аллея трудовой славы. Здесь строители успели уложить все подземные кабели до начала дождей. Они подготовили к покраске единственную на аллее трудовой славы доску почета для лучших тружеников. Залили бетонные сваи для большого 16-метрового пандуса, чтобы удобно было гулять женщинам с колясками, а также маломобильным инвалидам. На участке основных работ выставляют бордюрные камни для будущих цветников. Мы посмотрели, что идет закладка кабельной продукции для архитектурного освещения. Это совместная работа с МГС. Поэтому на этом объекте через две недели мы увидим, ну, уже более-менее реальную картину. И хотелось бы надеяться, что все-таки работы по укладке плитки уже начнутся на той территории, где сейчас, грубо говоря, центра отбиты бортовым камнем. Очень нужно уже начинать работы по плитке. Специалисты, нас уверяет, подрядчик прибыли, значит, на место. Вот именно они этим и занимаются. На сегодня на площадке достаточно количества техники, 3 единицы, и 26 человек только рук. То есть прям 4, грубо говоря, вида работ одновременно выполняются на этой площадке. Здесь работы немного отстают от графика, но я думаю, что недели через две при хорошей погоде данная территория будет в графике. Наконец участникам объезда представили настоящую изюминку будущего паркового комплекса – стационарный общественный туалет. После вырубки всех кустарников в округе это будет важно для отдыхающих здесь горожан. В туалете три кабинки – мужская, женская и кабинка для инвалидов-колясочников. Таковы современные градостроительные требования для общественных территорий. Антон Сапогов, Даниил Запивалов. Объектив. Итоги. К другим темам. В России 1 июля отмечают День ветеранов боевых действий. Торжество посвящено всем бойцам, которые когда-либо вставали, встают на защиту Родины и принимают участие в сражениях. Главной традицией праздника остаются встречи ветеранов. Сослуживцы собираются вместе, вспоминают дни, проведенные на фронте, обмениваются новостями и возлагают цветы. Самое лучшее поздравление для ветерана – это слова признательности и благодарности от тех, кого он защищал, рискуя собственной жизнью – соотечественников, детей и, конечно же, близких. Сегодня это нужно всем. Почему? Потому что сегодня идет война, назовем ее так. Сегодня против нас оплачивается, скажем так, большинство мирового сообщества – это более 50 стран. Сегодня мы находимся в достаточно таком жестком режиме. И президент периодически повторяет и говорит, ребята, нам нельзя расслабляться. Потому что сегодня вот эти все праздники, вот эти все мероприятия такие вот веселительные – это нужно по минимуму, наверное, сегодня. Сегодня нужно проводить вот такие мероприятия, где поставлена задача на патриотику, поставлена задача на защиту Родины. И такие мероприятия нужно транслировать, проводить. И самое главное – эти мероприятия должны быть с детьми. Нужно воспитывать молодежь. Очень важно, чтобы память, она сохранялась именно на положительных примерах героизма, патриотизма. И мы как раз находимся сегодня на мероприятии, которые культивируют это, которые напоминают, что никто не забыт и ничто не забыто. Благодаря как раз этой памяти мы с вами живем в мирном городе Новоуральске, который мирный в том числе и благодаря нашим защитникам Отечества. Часть из них сегодня находится здесь, часть из них находится сейчас на линии фронта. Наши ветераны традиционно присоединяются к памятной акции «Батальон отважных». Они провели митинг у Вечного огня и возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам. Для ветеранов также была подготовлена концертная программа военно-патриотической песни. Русский человек-танцознан, пока живы, пока помним. Значит, все, кто ушли в небеса, они все с нами. И дай Бог, чтобы мы жили дольше и память жила с вами вместе, как можно дольше. А мы всегда помним наших ребят. Организаторы праздника уверены, что существующие даты воинской памяти не охватывают всех категорий ветеранов. С одной стороны, есть 9 мая, когда чествуют участников Великой Отечественной. Есть 15 февраля, в которое собираются воины-интернационалисты, прежде всего те, кто воевал в Афганистане. Активисты считают, что прозадействованных в других конфликтах, которых было немало, не вспоминают. Поэтому и хотят ввести общую для всех дату, как официальный государственный праздник. Меня радует, что у меня здесь появились новые друзья. Общение это вообще нужно. Ветеранам боевых действий это вообще как бы общаться. И, конечно, также помощь в патриотическом воспитании молодежи. Это очень здорово. Я считаю, что такие даты нужны для развития патриотизма среди молодежи и детей. Нельзя забывать то, что сделали наши предки Великой Отечественной и что делается сейчас для защиты нашей Родины. Посложившиеся в Новоуральске традиции всех участников памятной акции угощают чаем и солдатской кашей. А для многочисленной ребятни организуют выставку настоящего оружия времен Великой Отечественной войны. Мария Лотова, Антон Сапогов, Геннадий Донгузов. Объектив итоги. А сейчас к другим темам. В России количество заболевших батулизмом превысило 300 человек. Все они отравились салатом Лобио, который заказали в доставке. По данным Минздрава, в российских больницах остаются 218 человек с признаками батулизма. 38 из них на ИВЛ. 151 пациент уже выписан. Известно о случаях заболевания в Подмосковье, Нижнем Новгороде, Казани. Новый инцидент обнаружили в других регионах. В Ярославской, Тамбовской и Костромской областях. В этой коварной болезни главная профилактика заражения. В нашей студии мы поговорили с Екатериной Ушениной, заведующей терапевтическим отделом ЦМСЧ-31. О первых признаках, о том, что делать при их появлении и как не заболеть далее. Добрый день, уважаемые телезрители. Сегодня у нас в студии Екатерина Александровна Ушенина, заведующая терапевтическим отделом ЦМСЧ-31 в нашей городской больнице. И сегодня в нашей студии мы будем говорить о такой болезни, опасной и иногда даже смертельной, как батулизм. Мы все с вами знаем, что у нас в нескольких регионах Российской Федерации зафиксированы несколько случаев батулизма и даже со смертельным исходом. Екатерина Александровна, давайте вот сегодня эту тему затронем. Некий проведем ликбез для нас, для населения, для горожан. Что это за болезнь? Откуда она могла появиться? Потому что это редкая болезнь, правильно я понимаю? Очень. Как можно ей заразиться? Главное, что делать, чтобы не заразиться? Здравствуйте. Да, конечно, это заболевание достаточно редкое, но в принципе возбудитель батулизма в виде спор, они очень широко распространены в окружающей среде и очень длительно сохраняются. Мы все помним из школьной биологии, что споры — это что-то такое, что очень может длительно сохраняться везде вокруг нас. И споры возбудителя батулизма, они распространены практически на всех континентах нашей Земли. Они присутствуют в большом количестве в почве, они колонизируют кишечники животных, рыб, птиц. И отсюда мы уже начинаем понимать, как можно заразиться. То есть все, что растет в земле, из земли, и то, что мы плохо можем отмыть от остатков этой земли, несет в себе риски. Также продукты животного происхождения, продукты консервации, копчения, соления. То есть, вот смотрите, законсервированная банка грибов. Вот там размножается вот эта вот батулизма, вот эта вот спора, она там хорошо себя чувствует, прекрасно. Если она перестояла, то мы открываем и, собственно... Ну, дело в том, что для того, чтобы любой микроб где-то развивался, размножался, нужны определенные условия. Так вот, именно возбудитель батулизма, кластридия, батулином, это очень особенный организм. Она любит тепло, то есть для нее оптимальный температурный режим – это 25-30 градусов с плюсом. И очень важный момент – это отсутствие кислорода. То есть, когда земля лежит на воздухе, там кластридия не размножается. Просто она лежит там в виде спор и может сохраняться там столетиями. Но как только эта спора попадает в условия отсутствия кислорода и тепло, она прорастает, начинается размножение и выделяется токсин, ботулотоксин, он называется. Вот который самоопасен для человека. Да, да. Именно опасность в себе таят не споры, не вегетативные формы, а сам токсин, который выделяется кластридиями. Поэтому, когда грибы растут в лесу, они, конечно, для нас не опасны. Но как только мы их плохо обработав, плохо отмыв с них частички почвы, помещаем в условия отсутствия доступа кислорода. Закручиваем в баночку. Да, закручиваем в баночку или там в бочке какой-то. Эта спора может прорасти и там будет вырабатываться ботулотоксин. Поэтому, наверное, все у нас любят… Народная мудрость, она тоже веками создавалась. Все заготовки хранить в холодильнике, в подвалах, то есть там, где прохладно. Кроме того, у ботулотоксина есть такая особенность. Он не имеет цвета, не имеет запаха и не имеет вкуса. То есть нельзя понять, что он его съели. Да, к сожалению, невозможно понять. Мы можем заподозрить, то есть вот консервы испорченные, с бомбажом, да, как так называемые. Это говорит нам о том, что есть какие-то риски. Не надо это, да, совершенно. Да, это кушать не надо. В любом случае. Да, совершенно правильно. Если не ботулизм, так что-то другое там будет. Да, да, совершенно правильно. Поэтому никак невозможно заподозрить. Хорошо, что… Тогда такой вопрос, что должно насторожить человека? Ну да, к примеру, был факт употребления каких-то консервов. Даже пусть магазинных, пусть недомашних. Был чего-то такое, что должно насторожить. Как проявляется? Первые проявления ботулизма – это неврологическая в основном симптоматика. Конечно, могут быть такие симптомы, как тошнота, рвота, диарея, но они встречаются не у всех пациентов и связаны с сопутствующей флорой, которая в этой еде находилась. Основные симптомы ботулизма – это именно неврологическая симптоматика. Чаще всего эти пациенты попадают в стационары с диагнозом инсульт, потому что… Серьезно? Да, потому что симптоматика необычна для инфекционных заболеваний. При ботулизме не повышается температура. По описаниям пострадавших в этот период времени, обычными первыми симптомами были такие жалобы, как туман перед глазами, двоение в глазах, какая-то сетка перед глазами, мушки перед глазами. То есть именно нарушение зрения. И в дальнейшем эти симптомы у кого-то быстрее, у кого-то медленнее распространяются, ну, как будто бы сверху вниз. Появляется нарушение глотания, голос становится гнусавым. Это тоже неврологический симптом. И начинаются параличи, то есть мышцы перестают двигаться на конечностях. Самое опасное проявление ботулизма – это остановка дыхания, что может, естественно, привести сердечный исход. Вот здесь получается, чем раньше человек попал в руки медиков, тем больше шансов у него выжить даже. Здесь об этом речь, да? Да. Когда нет еще необратимых последствий, когда остановка дыхания и все. То есть здесь нужно очень внимательно следить. Если появились такие симптомы, то сразу же, сразу же, просто незамедлительно к врачу обращаться. Совершенно правильно, да, конечно. Ну, хорошо. Как еще тогда профилактировать все-таки? Давайте советы дадим нашим телезрителям. Ну, самые стандартные советы – это не покупать продукты домашней консервации, ну, где-то на стороне. Вообще нигде, да. Вообще так. Совершенно правильно. Потому что каждая хозяйка для себя, конечно, отмоет огурцы, отмоет грибы и так далее. А вот если это делается на продажу, мы понимаем, что мы не знаем, как это обрабатывалось. Никто этот процесс не контролирует. Если есть какие-то случаи заражения ботулизма, связанные с какими-то магазинными продуктами, эти продукты тут же изымаются из оборота по всей стране, мы сейчас это видим. То есть изымаются и уничтожаются просто тонны недоброкачественных продуктов. Поэтому то, что производится на заводах, оно более надежно в этом плане. При приготовлении продуктов домашней консервации, конечно, исключить использование продуктов с признаками порчи. Естественно, тщательно промывать все, что вы консервируете, в том числе тару, то есть стекло. Обязательно соблюдать рецептуру, то есть заготовки, которые вы делаете, чтобы там было достаточное количество кислоты и соли, что будет тормозить размножение бактерий. Ну, держать в холодильнике, да, вы сказали? Обязательно, да. Соблюдать условия хранения законсервированных продуктов. Также опасность могут представлять продукты не только, которые мы в баночках консервируем, но также продукты копчения мясного происхождения, рыбного происхождения. В последние годы у нас достаточно часто бывают такие стихийные ярмарки, где все эти продукты домашнего приготовления продаются. Это небезопасно совершенно не только в плане ботулизма, но и в плане других инфекционных болезней. Рекомендуется ботулотоксин, он неустойчив к температуре. Если все-таки у вас имеются какие-то продукты, в которых вы не очень уверены, можно подвергнуть термической обработке, кипячению. То есть он там разрушается, да, при кипячении? При кипячении в течение 25-30 минут ботулотоксин разрушается. То есть в таком случае, ну вот как крайний вариант. Наша медсанчасть тоже сейчас при фиксации вот этих случаев, да, по всей стране, в разных регионах, у нас тоже какие-то меры принимаются, да, или настороженность как-то, или обучение. Да, конечно. Ну, на самом деле, я вам хочу сказать, что наше инфекционное отделение, оно всегда готово к поступлению таких пациентов. У нас всегда закупается специальная противоботулиническая сыворотка. То есть это препарат для лечения ботулизма. Он всегда в запасе имеется. Ну, слава Богу, в последние годы он нам не пригодится. По-моему, даже десятилетия, наверное, да, в последние. Да, это Бог и так же будет. Да, дай Бог так и будет дальше. Специальный препарат имеется. Также всем известно, что в нашем больничном городке имеется отделение анестезиологии реанимации, где есть аппараты искусственной вентиляции, легких и квалифицированные врачи, которые при необходимости эту процедуру с пациентом проведут. Также, конечно же, на фоне всей этой ситуации в нашей стране у нас проведено обучение для врачей и для всех желающих медицинских работников с участием главного внештатного инфекциониста ФМБА Владимира Владимировича Никифорова, доктора медицинских наук, который нам напомнил об особенностях этого заболевания. Ну, здесь, да, мы понимаем, что здесь предупрежден, значит, вооружен. Да, мы вот сейчас по этому принципу. Спасибо вам большое, Екатерина Александровна, что вы рассказали, да, на что стоит обратить внимание. Ну, раз сейчас такая ситуация, мы все-таки должны быть на стороже. Спасибо, что были сегодня с нами. Это программа «Объектив. Итоги», и мы продолжаем. Коротко расскажу о главных темах второй части нашего выпуска. Команда звезд спорта, эстрады и кино «Старко» сыграла с Новоуральской. Кто победил, узнаете в выпуске. Новоуральцы спрашивают, а генеральный директор Уральского электрохимического комбината отвечает. Сегодня вопрос о грядущем юбилее Александру Дудину задают Лев Колесник и Андрей Елисеев. На высоте в Новоуральске прошел общегородской выпускной со школой «Росатома». Об этом и другом далее. Какая звезда приедет на юбилей Новоуральска и Уральского электрохимического комбината? Об этом спрашивают юные новоуральцы Лев Колесник и Андрей Елисеев в рубрике «Дудин отвечает». Это продолжение проекта с генеральным директором УХК. Сегодня о праздничных активностях и хедлайнерах торжества. Александр Викторович, меня зовут Лев Колесник. Какие мероприятия будут проведиться к юбилею? Александр Викторович, меня зовут Андрей Елисеев. И какую на этот раз вы нам проведете звезду? Хочу сказать, что мне очень приятен интерес молодого поколения к событиям, которые проходят на УИХК и в нашем городе. В воскресенье у нас группа «Старко», футбольная встреча с новоуральцами и мастер-класс по вокалу. Ближе к пятому числу ожидается большой приезд гостей. Они приедут нас поздравить с юбилеями. Гости будут с госкорпорацией «Росатом» и с топливной компанией «ТВЭЛ» с ростных предприятий. Мы вместе откроем наш атомный каворкинг. Это вторая очередь музея УИХК. Затем очень интересное событие будет. Мы вскроем капсулу, которая пролежала 25 лет и была написана потомкам теми людьми, которые работали на предприятии, когда УИХК отмечал 50-летие своего образования. Будет очень интересно узнать, что они нам написали. Пятого же числа концертно-спортивном комплексе в нашем мы чествуем наших передовых работников, награждаем, слушаем концерт, общаемся и вместе отдыхаем. Шестого числа на площади нашего города будет большой праздничный концерт и выставление эстрадных коллективов. Нынче мы ожидаем приезд группы «Бискотека «Авария» и приезд Сергея Лазарева. Так что будет весело и интересно. Всех с юбилеями приглашаю на праздник. Спасибо. Минувшие выходные стали предюбилейными. Напомним, в грядущую субботу, 6 июля, на главной сцене на Центральной площади пройдет праздник, посвященный 70-летию Новоуральска и 75-летию Уральского электрохимического комбината. Этим датам были посвящены и прошедшие выходные события. Так, суббота состоялась под девизом «Город молодых». 29 июня в Новоуральске прошел День молодежи и общегородской выпускной со школой «Росатома» на высоте. Комфорт и безопасность выпускников в приоритете. Поэтому 29 июня, когда за окном разыгралась суровая уральская непогода, длушквалистый ветер и шел непрекращающийся дождь, было принято решение перенести общегородской выпускной вечер со школой «Росатома» с уличной площадки парка в здание Дома культуры Новоуральский. Нарядные 11-классники с хорошим настроением и большими планами покорить новые горизонты собрались в ДК. Вместе с чувством счастья нас переполняет чувство грусти, ведь мы ставим точку на нашем школьном пути. И на самом деле это очень грустно – прощаться с педагогами, с одноклассниками. Но это необходимо для перехода на новый жизненный этап. Что для вас означает быть на высоте? Знаете, это означает то, что идти только вперед – это никогда не останавливаться и двигаться. В гимназии я добился многого. Как минимум я окончил ее с красным аттестатом, с золотой медалью. Хорошо сдал ЕГЭ в сумме на 281 балл. Открылась торжественная церемония парадом школ и, конечно, исполнением гимна Российской Федерации. Это неба моя, бодрость народная, славься, страна, мы гордимся тобой. Они – особенные выпускники 2024 года. Ребята окончили школу в год 70-летия Новоуральска и 75-летия Уральского электрохимического комбината и вошли в историю города в юбилейный год, отличившись своими успехами и достижениями. Теперь уже у абитуриентов взрослая жизнь, она только начинается. Их ожидает движение вперед к новым судьбоносным высотам. 11 лет огромного опыта. Новоуральск гордится вами традиционно. Вы будете представлять Новоуральск наверняка не только в Новоуральске, но и во всех дальних и ближних краях Российской Федерации. Нас там знают. Вы готовы к освоению России. Впереди у вас будет много интересного. Хотелось бы, чтобы каждый ребенок, находящийся здесь, нашел свое место в жизни. Я думаю, что у вас получится. Мы уверены, что у вас получится. В добрый путь. Всего самого-самого доброго. С праздником. Скажите мне, дорогие мои, есть ли у вас ощущение того, что гора упала с плеч после вот этих вот экзаменов? Есть или нет? Есть. Так вот, хочу вас обрадовать. Это далеко не последняя гора, но она была очень важной. Вы совершили это. Вы выполнили экзамен и сдали. Это огромная, важнейшая страница. Так вот, впереди много еще будет побед, много будет решений. Вот чтобы выбрать правильный путь, чтобы победить на данном жизненном пути, у вас есть для этого все. Дорогие выпускники, уважаемые родители, педагоги, гости, я всех от души поздравляю с этим трогательным, волнительным, но в то же время торжественным днем. Сегодня очень много говорили о том, что перед вами открыты все дороги. И не случайно мы наш выпускной назвали на высоте, потому что каждый из вас будет осваивать свою высоту. Особенно честовали стобальников. В этом году их пятеро. А Анна Марковская из 56-го лице набрала 300 баллов за три предмета. Впервые за всю историю города. Среди тех, кто сдал экзамен на все 100, и выпускник школы номер 40 Владимир Никитин. К стобальному результату юношу привел его педагог, учитель физики Андрей Пырин. Одиннадцатоклассникам могу дать только один совет. Все равно работать на уроках. Это очень много времени экономит. Домашние подготовки, подготовки к экзаменам. И вообще, так как экзамены основываются на школьной программе, то от того, что вы будете заниматься на уроках, будет огромный прирост, если считать баллов игры. Андрей Валерьевич, каким бы законом физики вы охарактеризовали бы сегодняшний единый выпускной со школы Росатома? Наверное, законом классической механики. Вторым законом Ньютона. Ускорение прямо пропорционально силе, действующей на тело, и обратно пропорционально массе. Ученикам, выпускникам желаю сил, для того, чтобы они обрели ускорение на свою будущую жизнь. На высоте. Такую оценку дали родители вальсу выпускников. Мальчишки и девчонки, хоть уже и взрослые, самостоятельные люди, но для своих мам и пап они все же дети. Милые, любимые и самые лучшие. И, конечно, в такой день многие родители украдкой смахивали слезу. Так ты не услышишь, но я вновь на нашей крыше вспоминаю, как ты дышишь. Ты не раяю пицца, ты Москва, я пицца, люди по манке. Ты решай, ты не раяю пицца, ты Москва, я пицца, на одной арбите. Опять ты не раяю пицца, ты Москва, я пицца, люди по манке. Ты решай, ты не раяю пицца, ты Москва, я пицца, на одной арбите. Опять ты не раяю пицца, ты Москва, я пицца, на одной арбите. Олимпийский чемпион Данила Изотов. Он пожелал выпускникам побед и новых высот. Педагоги, родители и дети подготовили еще один сюрприз – флешмоб. Он стал уже доброй традицией выпускного вечера со школой «Росатома». В ДК после торжественной части зажгли приглашенные гости – группа «Специй». А продолжилось все в Центральном парке культуры и отдыха, как только погода наладилась. В Новоуральск к выпускникам приехала и группа «Гастроли». Вообще было много площадок и фотозон. Выпускники с удовольствием делали фото на память. Выпускной вечер со школой «Росатома» в Новоуральске прошел в девятый раз. И, как всегда, был на высоте. Символично, что он состоялся в День молодежи – 29 июня. О том, как все было на Дне молодежи, расскажем в тематической программе. Следите за анонсами. У истоков создания города стояло старшее поколение новоуральцев. Город взрослый, город мудрым. Под таким лозунгом воскресенье прошел праздник, посвященный юбилеям. Активные, жизнерадостные и талантливые – таковы представители старшего поколения Новоуральска. Вчера они выступали на сцене, проводили мастер-классы и заряжали горожан хорошим настроением. Тему продолжит Юлия Балдин. 70 и 75 лет на Поуральску и Уральскому электрохимическому комбинату. Это эпоха. Это заслуженные люди, трудовые династия, атомщики, строители, врачи, учителя. Талантливые, увлеченные специалисты разных направлений и профессий. Все те, кто для города стал одной дружной семьей. Эта история показывает, что люди – главная ценность, основа и душа любого города. Именно они были главными героями праздника «Город ретро». Те, кто поют и танцуют, проводят мастер-классы и заряжают своей энергией всех вокруг. Мне очень нравится это мероприятие. Мне очень нравится эта атмосфера, концерт этот, особенно женщины. Они очень красиво танцевали. Я вместе со своими подружками зажигала. Все чудесно. Спасибо городу за организацию. Да все нравится, вообще все. Атмосфера. Вы посмотрите, люди улыбаются. Все радостные, так что все хорошо, все прекрасно. Праздник «Город ретро» стал доказательством того, что старшее поколение ведет активную и интересную жизнь, даже выйдя на заслуженный отдых. Выступления творческих коллективов Дома культуры «Новоуральский» и участников проекта «Новоуральское долголетие» порадовали горожан своей энергией и талантом. Эти люди показывают, что возраст – это лишь цифра. А главное – желание творить, учиться новому и жить в ритме времени. Они поют, танцуют, занимаются творчеством, участвуют в социальных проектах. И все это делают с огромным энтузиазмом и любовью к жизни. Город «Ретро» отличается тем, что он больше посвящен старшему поколению. Разные праздники, разные поколения мы должны охватить всех, чтобы юбилейные мероприятия каждый прочувствовал, провел через душу. «Новоуральское долголетие» – это один из таких глобальных проектов на Уральском городском округе, который уже выходит на масштаб области, даже российский масштаб. Поэтому вот этот праздник, который не только посвящен людям старшего поколения, но и участники этого праздника – это как раз те люди, которые входят в это «Новоуральское долголетие». «Мы сами в нем принимали участие. С удовольствием смотрим, как другие выступают». «Мы с удовольствием слушали концерт и рады, что у нас наши ветераны – такие активные, творческие люди». «Сегодня прямо солнышко, жарко, погода классная, люди собрались, веселые, всем интересно». «Всем жителям нашего города почаще улыбаться, такого же солнышка, как сегодня, хорошей погоды и радости». «Очень все классно, здорово. Спасибо городу и электрогическому комбинацию за такой шикарный праздник». И действительно, главное богатство Новоуральска – это его добрые жители. Люди, которые создают уютную атмосферу в городе и вместе делают его лучше. Юлия Балдина, Данила Запивалов. Объектив итоги. Футбольный клуб «Звезд Тарком» побывал 30 июня в Новоуральске. Такое событие прошло в нашем городе впервые. Около 30 известных спортсменов, музыкантов, артистов, деятелей культуры побывали в нашем городе с масштабной программой. Это был и футбольный матч, это были и мастер-классы в учреждениях культуры и в Новоуральской вещательной компании. А завершилась программа большим концертом известных хитов в Центральном парке культуры и отдыха. Отметим, Новоуральск уже 14-й Атамград, в котором побывал клуб «Старко». Программа всего один день, но этот день был насыщен мероприятиями. Все началось на стадионе спортивной школы номер 2. Здесь прошел матч между сборной клуба «Старко» и сборной Новоуральска. Отрадно, что завершен он был со счетом 5-2 в нашу пользу. После на поле прошел спортивный мастер-класс. Привет, девочки. Прикал или Саша тренирует, когда мы бегали, так? Да. Затем гости города разъехались по учреждениям, в которых прошли мастер-классы и творческие встречи. К примеру, Григорий Гладков, автор всеми известных и любимых песен, провел встречу в клубе «Уют». А певец и ведущий Михаил Гребенщиков, участник некогда нашумевшего телепроекта «Фабрика звезд», побывал в Новоуральской вещательной компании, где провел также тематическую встречу. У меня получилась очень хорошая беседа с вашими творческими телевизионными людьми, блогерами. Было много интересных вопросов. Мы как-то так по-человечески хорошо посидели, поговорили. Это больше у ребят надо спросить, получили ли они от меня, что хотели. Но, суть по всему, получили. Мы, как всегда, больше, чем город, видим людей. И пока общение проходит, хорошо, очень гостеприимные люди. Мы готовим программу, в которой подробно расскажем о клубе «Звезд Тарко» и их визите в Новоуральск. Следите за нашими анонсами. Альбина Евсеева, Кирилл Пантелеев, Юлия Балдина, Геннадий Донбузов и Данил Запивалов. Объектив итоги. В завершении выпуска расскажу о погоде на ближайшие два дня. Так, по данным сайта Гесметио, 2 июля в Новоуральске пройдет небольшой дождь. Ночью плюс 12, днем 22 градуса выше нуля. Ветер северный 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. В среду 3 июля будет облачно с прояснениями. Ночью плюс 17, днем 28 выше нуля. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 39%. Луна убывающая. Магнитное поле неустойчивое. На этом наша программа подошла к концу. Завтра на канале ОТВ в эфире Новоуральской вещательной компании смотрите программу про здоровье. Речь пойдет о продлении жизни, о долголетии, о том, какие программы реализуются в городе. Не пропустите, а в 19.30 выпуск новостей «Объектив». У меня на этом все. Всем продуктивной рабочей недели и хорошего настроения. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова